Продолжение следует... Но вопрос, что это может подорожать и дальше, это все очень вероятно. Наступление идет в рамках общей темы необходимости и возможности смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве, экономические и экологические аспекты. Я совершенно разные аспекты рассматриваю. И если мы говорим вообще о сельском хозяйстве как виде деятельности, нас интересует самая простая вещь. Весной мы с кармана вытаскиваем, на стол кладем деньги, а осенью мы должны собрать урожай. И этих денег, которые мы положим опять назад в карман, должно быть больше. И я, Михалыч, а там все. Просто больше должно стать. Иначе смыслом сельского хозяйства заниматься нет. Чего у нас получается? У нас получается какая-то такая плавающая рентабельность. Если в прошлом году мы сыграли более или менее, удобрения еще там стоили, люди купили заранее, и цены на рынке были достаточно высокие, дельта получилась нормальная. Но цена зерна примерно формировалась в размере 8-8,5 тысяч рублей в Ростовской области. Если я не прав, поправьте. Сколько себе стоите получалось? Шесть. Ну, то у вас шесть. Потому что вы работаете с хитрыми технологиями, но у людей рублей 8. Так? Да. Вот. Если бы удобрения там в лучшем движении ничего не решили, цена была бы только 12. Но сейчас выиграли, тут еще рубль упадет, доллар поднимется, цена на зерно будет 500, как это сказать, 500 долларов. И тогда скажете, подфартило. Но это не надо забывать, что в 2018 году у нас при урожайстве 137 миллионов тонн, бытность министра обсельского хозяйства Кочева, цена упала до 5 рублей. Ну, с небольших, по всей России у вас было подороже, парты поближе, меньше вести. А себестоимость была все равно там от 6 до 8 рублей, и очень многие регионы сливали зерно по цене ниже себестоимости. То есть, дельта маленькая, на которой она существует, она случайная. Она может плавать, и чаще всего искусственным, в ручном режиме, методом, она пытается регулироваться. Как у нас в этом году били эти пошлины, и сельское хозяйство потеряло большие деньги. Деньги, по сведениям МСХ, это 100 миллиардов, по сведениям экспертов, порядка 700-800 миллиардов. Те деньги, которые в кармане должны были остаться. Но это то, что зависит от рыночных колебаний. То, что я сейчас буду говорить, это не рынок. Это так, как играть себестоимостью, и если вообще резерв, где можно эти деньги найти, чтобы эти деньги были в кармане. У нас говорят, что Россия великая аграрная держава. Показываю, что такое Россия на мировом рынке зерна, на мировом рынке сельхоз, рынке продовольствия. Россия сейчас где-то ближе к 20 миллиардам дает годовой выручки. Вы видите на этой карте. Аргентина дает в два раза больше, с такой же самой площадью. Бразилия дает в четыре раза больше, примерно с такой же площадью. И Бразилия сейчас получает основную массу продукции, земли, которая считалась изначально непригодной для сельского хозяйства. Сейчас разбирать не буду, на других презентациях эти вещи разбирают. И Аргентина, и Бразилия, они используют технологии. Там нет никакого государственного датирования. За счет того, они какие-то технологии используют. Они имеют огромное преимущество. А США это вообще великая аграрная держава, которая дает в 8 раз больше, чем Россия. И, как говорится, не дай бог, что с Соединенными Штатами что-то случится. 200 миллионов народа в мире с голоду умрет. Ну так, чтобы знали. А мы вон так, как бы у нас такое свое уверенное место. Я вам показал. Теперь, по технологиям. Нам нужны технологии. За последние 20 лет Российхозакадемия, которая вошла в состав Большой Академии, она отстранилась от создания агротехнологий врач-миссисказистных культур. Она не хочет тут принимать в учет, что солярка подорожала, что удобрение подорожало. А на сколько удобрения подорожало? Вот раньше за 1 килограмм зерна давали 3 килограмма фосфорных удобрений. А сейчас за килограмм зерна дают 100 граммов фосфорных удобрений. Раньше за 1 литр солярки давали 1 килограмм зерна. А сейчас за килограмм зерна, ну, я не знаю, полтора стакана, два стакана. В смысле, как это сказать? Не полный стакан можно иметь. А все технологии, которые преподаются в техникумах, я сам техникум заканчивался с хозяйствами, я заканчивал Академию, все технологии 80-х годов, когда было совершенно другое соотношение денег. И вот позициями в Силькос прихожу, говорю, вы знаете, вот мы, а я представитель национальной технологической палаты, я езжу в Бакмиру, изучаю опыт, говорю, знаете, у нас вот это надо сделать, вот это. Они рассуждают примерно так. Придет толстый жирный инвестор с баблом, с технологиями, все вложат, и все будет хорошо. Делать никто ничего не хочет. Не Россельхозакадемия, они не Силькос. Они ждут, что добрый дядя из-за океана что-то принесет и положит на стол. Ну, как бы сказать, мы видим, что никто ничего не приносит. А вот у нас вот это диспаритетный рост цен и вот эти вот много-много разных диссертаций, много-много статей. Но я говорю, что это детали, это все какие-то частности. Нету технологий, никто их не собирает. Вот Аргентина сделала скачок, потому что создала институт, институт агротехнологии. Они говорят, нам плевать на ваши споры по агрофимии. Нам нужно дать крестьянину, чтобы он деньги вложил, а потом денег заработал больше. Нужны ему технологии, не нужно ему рассуждать в частности какие-то вещи. И они издают большого формата книги каждый год. Пшеница, кукуруза, рабство и так далее. И там полностью каждый год технология на газетной бумаге полностью расписывается. И все на венки, что надо делать, чтобы нет денег. То же самое в Бразилии. Там большая технологическая ассоциация МРАСов. То есть они не лезут вглубь. В общем, им нужны летающие самолеты. Она предлагает мешки с деталями. Когда я изучал, можно показать, конечно, этот фильм. В 2006-2007 году выступал Майкл Хоршик. Вы слышали сиелки Майкла Хоршик. Я был в Агроссоюзе, в Днепропетровске. Он рассказывал про технологии. Он говорил, ну сколько нужно получать гектаров. И он приводил пример одного фермера немецкого. Его друг в Западной Германии приехал в Восточную. Взял 200 гектаров земли. Сейчас, по-моему, тысяча четыре, когда мы были последний раз. И выбрал все. То есть это вот от Гамбурга несколько часов в сторону Польши, ближе к границе Польши. И он получал, ну, тысячу долларов с гектара чистой прибыли. Вот это дяденька. Вот это его рапс, по-моему, где-то, я думаю, 60 центнеров там есть, как минимум. Вот это мне ребята, которые возили. Это ячмень 90 центнеров. Это пшеничка. Вот 120 центнеров пшенички он берет. И мне, конечно, было интересно, а еще этот майк Польши нас накрутил. Он сказал, вы знаете, он как-то очень хитро работает, он принимает растения, он кормит растения из ложечки, по чуть-чуть, по фазам. Ну, и мне было, я загорелся, думаю, все, начнем искать эти фазы, когда кормить пшеницу. Я нашел книжку гробовца там, это зима и тритикали. Что-то там, потом еще, потом еще, потом выловили где-то там технолог такой есть прибалтийского происхождения, Петраускоц, приезжает иногда, и вот тут татар он ведет какие-то холдинги. Он специалист по питанию растений, он работает в институте Либиха. Но очень интересная вещь. Когда мы разобрали, да, приехал дед Туриева, я говорю, слушай, расскажи свою технологию. Оказалось, у него технологии не оказалось. Он сказал, знаете, мой выход что-то напутал, мне очень интересно то, что вы говорите, мне это не поменять. У него гандовое применение анабомида, у него гандовое применение селитры, в хороших дозах, в хорошей фазе, через день, через два у него обязательно дождь, потому что там недалеко Балтика, и вообще он может себе позволить такие технологии, такие урожаи. И все, что он делает, это просто хорошая техника, правильно положить семена, калиброванные семена и так далее. И когда мы эти все вещи рассмотрели, и он нам рассказал, оказалось, что опыт передовых фермеров Европы, а мы же хотим все время привезти из Запада, из Запада, у них там все хорошо, вот так. А он не годится для нас. И он говорит, что он ведет очень много таких вот групп. И немцы стали осваивать Западную Украину, под Винницей пять человек взяли силы. Он говорит, пять лет работали, пока на пятый год они перешли к рентабельности нулевой. Все были в минусах. Нельзя переносить технологии, просто так за хейс 10, засунув сюда. Вот. Ну, меня интересовал такой момент. Он говорит, вообще, можно ли получить доходность гектара просеива пшеницы тысячи долларов США в условиях российского клиента? Принципиально, можно ли ли? Ну, где-то в 15-16 году у нас был один клиент. Я могу там кое-какие фотографии показать. В Зерноградском районе, который подошел к доходности просеива тысячи долларов с гектара. У него было 1200 гектаров. Я думаю, чисто в миллион 200 не кладу долларов. Но миллион 200 – это хорошее деньги. Он там зовут себе, купил потом. И вот у нас идет снижение курса рубля или внедрение новых подходов земледелия. Теперь мы говорим о ресурсах. Откуда вообще ресурсы в сельском хозяйстве берутся? За все ли мы платим в сельском хозяйстве? Оказывается, не за все. У нас есть природный ресурс, бесплатный. Бесплатный источник естественного плодородия почвы. Солнечный свет, бесплатный атмосфер, бесплатный источник влаги и так далее. Он все равно дает. Даже у нас удобрения не положим. В условиях Ростовской области азимой пшеницы 12 центеров получим. Если подумаем, как сделать, можем больше получить. И вопрос вообще стоял такой же. Ну, я дальше сейчас пойду. Еще есть плавный ресурс. Не хватает почвенного плодородия. Мы хотим хотя бы 40 дней. Значит, мы кладем минеральное удобрение. Не хватает влаги, значит, надо поливать. Не хватает... Потом за горючку платить надо. Фонда платит труда. Зарплату надо. Технику покупать надо. Правда, это платный ресурс. И вот то соотношение, которое у нас может получиться, мы можем выиграть только, если мы сделаем бесплатный ресурс и научимся грамотно работать с платным ресурсом. То есть эти вещи взаимозависимы. Чтобы выход давать за то, что мы платим, и как сделать так, за что мы не платим, чтобы это работало лучше. И на все это накладывается диспаритет на рост цен. Рост цен на платный ресурс оказался за последние 30 лет выше, чем цены на зерно. То есть у нас цены на все остальное растут быстрее. Теперь куда надо идти? Я тут какие-то моменты буду перепрыгивать. Существует у нас базовая модель интенсивного сельского хозяйства, который Хрущев привез в 64-м году из Соединенных Штатов. Эта модель была на Барлауде. Про нее буду говорить. И вот эти методы работы с бесплатным ресурсом, который назывался грабиология, в начале 60-х годов выкинули на свалку. Про них забыли. Хотя как мы стали потом ковыряться, очень много таких красивых, драгоценных вещей там нашли. Мы создали модель адаптивного биологизированного земледелия. Который условно делится на три периода. Это биометод, биоконтроль, технология создания устойчивых ценозов. Биопрепараты великое множество на рынке. Туда спуститесь. Каждый там второй, каждый третий будет что-то предлагать, купить. Но биометод это крайне несовершенный метод применения биологии с нашей точки зрения. По той причине, что он дает всего 5%, максимум 15% прибавки урожая. Иногда может сыграть в минус. Ненадежный метод, когда пытается нас убедить, что химию можно заменить в биологии, все это будет очень хорошо заменяемо. Не будет хорошо заменяемо. И вот этот биометод, лучший, самый лучший биометод, хорошо подобранный химический препарат для борьбы с болезнями. Самый хороший. Потому что на самом деле все микробы, они борются химическим путем. Они выделяют вещества, которые каким-то образом задерживают рост или убивают конкурентов. Мы пошли, разработали систему биоконтролем. Биоконтролем отличается тем, что мы работаем и химией, и биологией. И нам кажется, что это очень дорого, потому что получается на планируемую химию, на которую мы деньги скопили, еще надо положить какую-то биологию, которая тоже стоит каких-то денег. Но мы работаем вместе, и там оказалось, что химию мы зачищаем до оснований. Выбираем всю эту гадость. Все корневые гнили. А потом на это место, а мы берем микробы, которые совместимы с химией. Это есть те, которые говорят, микробами в неглорированной воде, где-то найдешь неглорированную воду, не знаю. Ну где-то находят. А мы мешаем с химией, потому что мы знаем, каких зверей с какой химией мешать можно. И тогда мы начинаем химию зачищать, а эту территорию заселять полезными организмами. Вот это наша фишка. Мы на ней можем получать не 5-15, а 40-250% прибавки урожая. А еще есть технология создания устойчивых ценозов. Это работа 80-х годов. Ни в одном учебнике, ни институтском, ни тем более техникумском нет. Там вообще можно там, ну до предела генетического потенциала. На яровой пшенице я там буду показывать. Нам удалось у соседей 22-24, но в Красноярском крае в прошлом году получили 80-90% гектаров на 85-дневной яровой пшенице. Итак, базовая модель, на которой мы сидим. Система интенсивного сельского хозяйства, или модель Нормана Барлава, она стоит на 4-х кита. Лучший сорт или гибрид. Много-много минеральных удобрений. Полностью не учитывается почвенное плодородие, как будто оно не существует. Хорошая защита растений с помощью химических средств защиты растений. И по возможности полей. И у нее последствия, она стала разрушать почву. И удобрения дорожают, химия дорожает. Гибриды делают, и они тоже дорожают. И все это очень дорого. И почва в плохом состоянии, благоемкость повышается. У нас есть модель. Грамотная защита растений химия плюс биология. Немножко я сказал, она нам позволяет совершенно по-другому использовать химию. И совершенно другую эффективность биологии получить. И забегая вперед, скажу, мы работаем со сложными препаратами. У нас один препарат бывает до 15 микроб. Второе. Восстановление плодородия почвы через работу с пожневными остатками. У нас получается, что в том севообороте, который сейчас есть, классического севооборота рекомендуемого нет. У нас единственный источник углерода, ну то есть питания для почвенных существ, оказываются растительные остатки. Которые мы стараемся сжечь, потому что там огромная куча инфекций, потому что у нас нету севооборотов, у нас есть коммерческий плодосмен. Мы выращиваем только то, что хорошо продается. А нам приходят агрофильники и говорят, ребята, вам нужно сеять люцерну. Ну хорошо, посеете люцерну, что вы с ней будете делать? Животноводства нету. Вам нужно вносить 30-60 тонн навоза на гектар. А у вас навоза нету, потому что животноводства нету. Вам нужно то-то, то-то, то-то. У нас идет сильный диссонанс с рекомендациями, которые есть, историей о моей жизни, в которой мы живем. Что мы предлагаем и придумали? Мы говорим, солома есть. Это головная боль, потому что на ней 75% инфекции. Вот мы сделали закваски. Это не триходерма. У нас свои закваски. У нас 4 закваски сложные. Закваска должна съесть эту солому, превратить ее в землю, превратить в компост, который должен разрыхлять землю. Тоже потом немножко про это скажу. Третий момент. Дробные некорневые подкормки минеральным удобрением по фазам развития растений. Буду говорить, как сделать так, чтобы удобрения у нас хорошо работали. Самый лучший способ – это по листу работать по чуть-чуть. В чем соотношение то, что можно по листу работать? На 150 кг кассы порядка 55-60 центнеров в вашей области можно иметь. Только это дробные подкормки. И 4 стриптилы наутил. Так вот, будем разбирать это. Это оформилось в систему адаптивного биологизированного земледелия. И 30 ноября 2021 года мы получили орден за заслуги от Российской Академии естественных наук и диплом лауреата первой степени за разработку системы адаптивного биологизированного земледелия. То есть мы признание как такового научное получили вопрос, начали работать. И у меня сейчас получается, что я по всей стране работаю по чуть-чуть. Здесь есть ростовское отделение, директор ростовского отделения, Илья Михайлович, и есть агрономы, которые ведут хозяйство. Есть люди, которые с нами работают, упрямые, они хотят делать по-старому, а я с ними постоянно ругаюсь, я говорю, понимаешь, я хочу, что у тебя денег больше было. Ну зачем ты опять купил эту селитру, когда можно было купить? А он говорит, у меня касса, я не могу его куда налить. У меня нет емкости для касса. Я говорю, ну, мы работаем по-старому, мы работаем по-разному. Мы работаем по-разному, вот нужно работать по-правильному. Итак, три базисных основных фундаментных элемента земледелия. Какие они? Обработка почвы. Будем сегодня разбирать, не факт. Вчера разбирали, что самый лучший способ обработки почвы – ее не обрабатывать. Но чтобы ее не обрабатывать, мы должны сделать так, чтобы почвенные существа сами эту почву выхлили. Чтобы появились черви, появились клещи там и все-все такое прочее. Если мы не запустим биологическое раклеение почвы, мы разоримся. Поэтому мы уйти у палка в двух концах, и там самое главное – правильно начать. Кто правильно начинает, тот пьет шампанское. По питанию в растении два слова скажу. Есть бесплатный ресурс плодородия почвы. Что такое плодородие почвы? Это способность почвы обеспечить растение всем необходимым – питанием, воздухом, водой. У нас путаница, у нас принимает закон об охране плодородия почвы, в котором нет ни одного слова про плодородие почвы. У нас агрохимики говорят – вот ты из почвы взял, ты должен туда что-то вернуть. А мы придем, померяем химическим путем, сколько у тебя МПК. Они меряют доступные МПК, доступные растения. На самом деле еще валовые есть. Фосфор, например, то, что меряют агрохимики, в 200 раз больше, чем они меряют. Другой вопрос – как до него дотянуться? Как сделать так, чтобы работать не на 20 сантиметрах почвы, а на полутора метров почвы? Это вопросы. И вообще мы должны понимать, что удобрение минеральное – это способ повышения урожайности растений, и это то, что угробит плодородие почвы. Потому что будем разбирать, сколько вообще от почвы мы можем иметь. И дальше я перехожу вот к такому интересному графику. Я его взял в институте агрохимии Мнепряничникова. Удобрение агрохимии Мнепряничникова. Какая отдача на выделенные ДВ? То есть если по логике прямой идти, чем больше удобрений положишь в почву, тем больше у нас урожай. Чем выше плодородие почвы. Оказывается, что все не так. А китайцы, как у нас народ, буквально все понимает, они кладут условно на гектар полторы тонны минеральных удобрений. И получают 60 центров зерна. Так, у груза, пшеницы, 60 центров всего отдачи. У нас кладут условно 17 ДВ по всей стране, получают средний по стране 25. Белорусы богаты, у них в рентабельности никакой в сельском хозяйстве. Они кладут 600 килограммов минеральных удобрений и получают 35 центров. Когда они начинали в начале 90-х годов, у них было 18 центров. С 18 центров они поднялись до 35, но в основном по советским технологиям, по применению минеральных удобрений. Видите, нету прямой зависимости, сколько удобрений кладут на выход по урожайности. И не везде совпадает. Видите этот момент, поймали? Итак, источники минерального питания. Почвенный раствор солей. Даже возьмем любая целина, там посадишь, будут расти. Есть там какие-то обороты солей. Минерализация органических остатков филобильного гумуса. Минерализацию, знаем, что такое. Минеральные удобрения, вносимые в почву. Знаем. Минеральные удобрения некорневых подкормок, которые мы кладем на лист. Потом есть в почвенной матрице минеральные. Какие-то там химические элементы таблицы Менделеева. И тоже идут процессы химические, тоже их можно вытащить. Если в почве много минералов содержания фосфора, там потенциал очень большой фосфора будет. Очень большой будет. Еще есть биологическая трансмутация химических элементов по кирурану и корниловой. То есть, когда растения микроорганизмы, нужен им фосфор, они берут кремни. Кремни 90% почвы, из кремни делают фосфор. Им нужен железо, они делают железо из маргарца. А вот я когда сейчас это скажу, все будут мне руками показывать, а я вам покажу, что уже придумали, что уже работает. Только не у нас. И второе, то что я хочу показать, есть теория питания Либиха. Она появилась в 1840 году, то есть ей порядка 180 лет уже, даже больше. И вот он опытным путем обнаружил, что растения выращиваются на солях, на минеральных солях. До него была теория Тейера, который говорил, что растения питаются органикой. А после него была теория Линовского, который был профессором ГО и который написал диссертацию, то что растения могут кушать и минеральные соли, и органические соединения. И когда вы приходите, вот тут куча этих препаратов продаются аминокислотами, из водорослей сделанных и так далее. Это же не стимуляторы роста. Это органические вещества, и оказывается растения с удовольствием эти органические вещества кушают. И вот есть такая теория миксатрофного питания. Что растениям дашь, то и будут. Дашь минералку, будут минералку есть. Дашь органику, будут органику есть. Но поскольку у вас в голове только минералка, за минералку надо платить, а за органику нужно знать, как ее получить, чтобы они ели, эти растения. Вот этого у нас нигде нет. А Ярослав Линовский долго не прожил, его зарезали. Но, к сожалению, такое бывает. Вот. То есть есть теория миксатрофного питания. У меня есть профессора, которые читали лекции по запись. У нас на канале они записаны. И он делает препарат, уезжает за границу, там его, здесь в России он не предлагает. С 40 до 90 центов пациента поднимают. Что нам нужно? Растения, чтобы получить урожай, нужно накормить, напоить и защитить. Способы различаются. Что такое питание растений, с нашей точки зрения, и что такое оптимизация питания. Если мы кладем, какие у нас способы внесения удобрений? Сейчас мы берем минеральное удобрение и способы внесения. Вот этот пункт рассматривает. Если мы раскидываем, рекомендация 200 килограммов аммофоса раскидания. Сколько стоит аммофоса? Тонок. Ну, 60 рублей. Хорошо, 60 рублей. Это на момент посевы, сейчас не знаю. 12 тысяч вынь да положишь, раскидать. 12 тысяч на гектар. Берешь и вот раскидываешь эти деньги. Ну, как можно так работать? Оказалось, что если и 4-5 килограммов зерна, условно получается с этого, с килограммами. 10 килограммов, если в рядок положить. Вот в рядок положить всегда эффективнее, чем просто раскидывать. И вообще сторонник там хотя бы килограммов 30 аммофоса можно положить. Можно и не ложить, потому что вам подскажут еще другие способы. Ну, 30 килограммов, пока я думаю, что можно. И некорневые подкорки, те же самые удобрения, точнее растворенная форма, дают 15-20, иногда до 40 килограммов прибавки. Вопрос такой. Нам раскидывать деньги по полю или работать чайной ложечкой по фазе развития растений? Вот это вот я взял, они сказали. Вот вы деньги на селитру тратите, у вас денег много, Россия страна богатая. Когда три центра селитры положили на вектар, работает один центр. Уровень потерь селитры 76%. В некоторые годы достигает 82%. Не мои цифры, цифры общей, мировой. Кто вам эти вещи говорит? Поэтому первый вопрос, как научиться эффективно работать? Кто у нас эту задачу ставит? В нашей стране эту задачу не ставим. Белорусы ставят эту задачу. Они посчитали, что если 4 килограмма отдачи призернул, будет 2 килограмма условной запуски, это будет минус. Нужно получить 8, и у них вот эти были, у них также пятилетки. Вначале они ниже 8 килограммов, потом 10-12 килограммов с килограммом удобрения. Они не знают некорневых подкормок, они их плохо знают. Но они научились ложить на землю, и оказалось, что если есть органическое удобрение, минеральное удобрение и хорошие севообороты, можно получить 10 килограмм, 7 килограмм. У нас нет. Что мы предлагаем? Мы предлагаем систему некорневых подкормок баковыми смесями, бульонами, потому что мы обнаружили, что аминокислоты работают, препараты с аминокислотами работают. Запихнуть стимуляторы можно, можно запихнуть средства защиты растений, можно запихнуть биологию. И есть 4 фазы закладки урожая, ну 4 основных, на самом деле их больше, когда мы можем точечно заходить и делать этот урожай. Первый момент, когда мы можем заходить. Первый момент вообще мы можем протрабливать зерно и ложить на него фосфорное удобрение. Хотя бы килограмм, до 2 килограммов монокария фосфата. У нас бывает так, что мы посеяли осенью сухую землю, сама фосфор, а у нас сухо. И у нас фосфор лежит, а растение его не берет. Потому что фосфор, это не селит, он очень медленно растворяется. И англичане, которые получают хорошие урожаи. У них, по-моему, средняя английская урожайность порядка 86 центнеров с гектара. А самая сторона, которую больше всех получают, знаете? Сколько больше всех получают? В Ирландии? Нет. В Ирландии. В Ирландии 105 центнеров с гектара урожайности. Но у них дожди чуть не каждый день. Поэтому все моменты с минеральным питанием, они подвязаны. Что у нас в первом минимуме? Вода или минеральное удобрение. Если у нас вода в минимуме, правила одни игры. Если минеральное удобрение, правила игры другие. У нас все правила игры построены, что у нас в первом минимуме питание. А у нас на самом деле в первом минимуме вода. Дальше. Фосфор. Что дает фосфор на начальном этапе развития? Он дает длинный колос. Потому что длина колоса закладывается в фазу упущения, когда формируется конус нарастания. Если хотите подробно, там все разберем. Второй момент. Какой у нас второй элемент урожайности? Количество продуктивных колосек. Мы очень такие интересные технологи. Мы 5,5 миллионов сеем пшеницы, чтобы ее распустить и получить к уборке 40 колосек. Ну так же он сработает? Ну бывает и так. Ну 50, 500 колосек на квадратный метр. И у нас средний вес колоса какой? Ну 1 грамм больше 1 грамм. Вот. У нас средний вес. Если у нас 5 миллионов или 500 колосек на метр, значит урожайность 50 сантиметров. Хорошо. А если мы сделаем 2 грамма колосек, а мы можем сделать 2 грамма колосек, тупый метод, что можно. Тогда у нас получается 400 колосек мы будем иметь на поле, воды-то меньше надо, 400 колосек. А вес каждого колоса будет 2 грамма. И урожайность у нас будет на 400 колосек 80 сантиметров. Что нам и хотелось бы, чтобы у нас было? Когда нам нужно вырулить на такую урожайность, я буду разбирать технологию создания большого колоса, как нам туда нужно приплыть. Дальше. Потом, ну вот, все, растения пошли, идет развитие. Помните, часто бывает, колос есть, а внизу 1, 2, 3 пустых колоска не заполнились. До флаговый лист. Что там вообще происходит? Там происходит просто растению, не хватило чуть-чуть азота, от 5 до 15 килограмм кассы вы дали или карбамин. И у вас был забит и полностью выполненный колос. Но вы не знаете об этом. Потому что все деньги вы выкинули весной по таламерной почве. А потом еще кинули начало выхода в трубку. И до того, а то, что вы кинули эту селитру, 20 людей хватает. И когда у вас нужна ее срочно, ее нету. Все, она кончилась, она растворилась, ушла, испарилась. То есть вы уже не знаете. Дальше что? Сколько у нас зерен в колоске бывает? В колоске. Сколько зерен бывает? Ну, 3. 3 бывает. Если будет 4, на сколько прибавка урожая будет? А если будет 5? Хорошо. А мы можем сделать так, заставить, чтобы растение могло завязать 5 зерен? Оказывается, можем. Почему? Потому что у пшеницы у него на каждый колосок 10 цветов. И когда флаговый лист стоит, весло, потом оно пускается коромыслом. В этот момент, если ты договоришься с этой мамкой, она не будет этих детей абортировать. Ну, на 5, на 6 свободно уже договариваться. Мне иногда договаривалось, удавалось до 7, я потом покажу такие колосы. Потенциал 10. Колос должен весить 2,5-3 грамма. Есть еще точка качества. Молочно-восковая спелость, где можно заходить 4 килограмма карбамида. И литр наших витаминов электрических для растений у нас есть препарат Стивик Стандарт. Она вытаскивает 6 единиц каликовин. Если интересно будет, подробно остановимся. На аэровой пшенице можно меньшими дозами работать. Но работать чаще. Почему на аэровой пшенице меньшими дозами, чем на зиму? Я долго думал, почему такие рекомендации? Потому что у нас азотофиксация включается поздно. А зима и пшеница приступают к вегетации рано. Когда земля еще спит. Микробы спят. Поэтому там подразумевается наличие азотных удобрений в больших дозах. А можно ли работать на маленьких дозах? Перейду дальше. Но если кому схема нужна, пожалуйста. И вот растворные узлы. Вот у меня в Башкирии ребята притащили растворный узел. Стаганрова 550 тысяч заплатили. Но сейчас за 600-700 можно купить на рынке. Даже на отеле-эставке. И вон они. У них 16 тысяч гектаров. Сейчас второй поставили. И они вот бочки набирают. А в ночь идут готовые растворы. Готовыми растворами на поле работы. Там совершенно другие деньги. Другой выход. И вот продукционный процесс, про который нужно пару минут сказать. Когда нам предлагают какой-то препарат. Нам его дают, как кремлевскую таблетку. Используешь препарат. У тебя все будет хорошо. 40% получишь прибавки. Не будет ни на каком одном препарате 40%. 30% не будет. Только если будет какой-нибудь сильный стресс. А препарат окажется тот, который под этот стресс помогает. То есть у всех будет полная жопа. У тебя будет более или менее. И там будет разница в 40% от этой полной жопы. И от того, что у тебя есть. Нас вопрос интересует от среднего уровня. Как поднять 40%. А там возникают. Мы должны использовать не препаративный подход, а технологический. Нужно, чтобы работала корневая система. Вот здесь я не знаю. Видите, да? Поступление питательных веществ. То есть, значит, там правильно подобранный протравитель должен быть. Потом фотосинтез должен быть. Потому что все, что делает растение, только с помощью фотосинтеза. Для фотосинтеза нужен отток сахаров. Потому что если лист забить сахарами, фотосинтеза останавливается. Как у нас любят селитру. Вот мы вчера спорили с Петром Григорьевичем. Я говорю, ты селитру убиваешь фотосинтез. На ночь глядя. На ночь глядя. Я вам расскажу. Я таблицу сделал, как селитру убивает фотосинтез. У вас красивое зеленое растение. Анализ делает. Там метра будет 500 миллиграммов на килограмм. Ни хрена оно не работает. И оно жаждет. Потому что селитра, она так срабатывает, что сахар ни с листа не сходит. Она блокирует движение сахаров. Так оно получается. И растение хочет пить, потому что весь лист забит сахарами, а сахар не уходит с листа. И мы имеем красивое зеленое растение, но бестолково. Оно не работает у рожая. Так, как оно должно работать. И я сказал, что есть работа влияния азотного подобрения на фотосинтетическую активность на земле пшеницы. Что они тормозят. По различным сортам проверяли. Я буду эту книжку для вас открыть. Она у меня есть. Потом нам нужно, чтобы все это стекало вниз. И чтобы все это крутилось. Если вот это кольцо будет сахтута, тогда у нас будет урожай за 110 сентября. Новые идеи. Новые идеи. Есть же новые идеи. Хотите новые идеи в обстраховании? Конечно. Всегда есть какие-то сумасшедшие люди, которые что-то открывают. Вот были такие работы в 70-х годах, когда что-то получается из чего-то. То есть мы все время говорим, что у нас есть круговорот веществ. Положил, забрал, положил, забрал. На самом деле, в определенных условиях, если растения чего-то не хватает, растительно-микробное сообщество может создавать чёт из чего-то. И это будет не химическое превращение, а физическое превращение в создание новых веществ. В 1993 году она физика, она руководитель целого направления в МГУ. Они какую-то работу платную делали по экологии, надо было что-то подзарабатывать. А у них стоял анализатор из Бауровских домов, в лаборатории. Они говорят, давай-ка мы посмотрим, что там происходит. И оказалось, что у них в растворе дрожжи там были в активном состоянии, им не хватало железа, а был марганец. Вот сегодня марганец есть, железа нету, а завтра железа есть, марганца нету. Куда делся марганец? Он же не убежал, но у него нету. Значит, эти дрожжи, они переработали марганец, железо. И они открыли явление трансмутации. Они описали его, это толстая книжка, кому надо носом грядущим, чтобы лучше спалось почитать. И опрошли у них, ПДФ и есть. И в оригинале она где-то есть. Потом оказалось, французские исследования были. И вот была конференция 2003 года на Урале взаимопревращение химических элементов. Это все серьезно, это большая академия. И они изучали, какие-какие элементы, что могут проходить. Оказывается, кремник, если там углерод присоединить, будет кальций. Если к железу углерод убрать, будет кальций. А если там что-то сделать, фосфору присоединить, водород будет серо. То есть, оказывается, можно создать условия в почве. Можно создать условия в почве. И ключевым является биологическая активность в почве. Когда там будут появляться и исчезать, и будет появляться то, что надо растениями, микрофонами. И вот это вот есть, пожалуйста, и теоретические положения, что во что можно превратить, как это превращается. И вот сколько вообще они там семена клейвера изучали, начинают проращивать семена клейвера. И вдруг там измерили, сколько фосфора, а в момент проращивания его стало на 30% больше. Вот видите, какие цифры? 33%, 37%. Там вообще такие чудеса в живой природе происходят, которые нам даже и не снились. И вопрос такой точно известный, что в почве, в которой идут биологически активные процессы, у нас почва в состоянии климакса. Климакс – это слово, термин такой научный. Климакс, она все, она убита, потому что на селитре она сидит. И пока там все кладем, так ничего не работает. И микробы ждут, когда мы принесем. А если она в нормальном состоянии, она может делать чудеса. Она может вытаскивать из почвы матрицы, может переводить из нерастворимой соединения в растворимые. И в том числе может и серый делать, из кремния делать фосфор, из фосфора может делать серу и так далее, и так далее, и так далее. И основные понятия. Что такое плодородие почвы, способы управления плодородием, влияние на урожай, здоровье почвы. Теперь что такое конструирование полоса разобрать? Я немножко про него говорю. Вот я показываю свою физиономию, я заболел ковидом. Это было 18 августа прошлого года. У меня в руках пшеница. Обратите внимание, что у меня в руках, что за моей спиной. Это пшеница, которую соседи дала 22-24 центнера. И посмотрите, какая здесь пшеница. Видите, да? У меня получалось на один голос от 72 до 80 зерен. Она еще сверху? Это зима? Яровая, 85-дневная. У вас огромные преимущества. Вот видите, вот колосик. Причем смотрите, она распущена. Колос, нету ни одного пропуска. Все низы заполнены. Видите? Хорошо. Мы хотим заполнить низы, что нам делать? А в колоске сколько там было? У них средняя 5. Пятерочка. Вон она. Ее посчитать легко можно. Вон колос. Пятерочка. То есть посчитайте, сколько рядов умножить на 5. Это средняя. У меня были хозяйства, где было по 6. Но на зиму пшеница. На ирану пятерочка, вот выполнена 100%. Пятерочка. Вот величина колоса. А у соседей 22. Почему так? Чтобы заполнен был колос. Видите, у меня он полностью заполнен. Оказалось, что если мы кладем азотафиксаторы на семена, есть азотафиксаторы для сои, азотафиксаторы для гороха, азотафиксаторы для зерна, если мы кладем, либо мы не корневую подкормку 5-15 кг отдаем под уфлаговому листу, либо кладем фитостим АВ и фитостим АФ, которые у нас есть. И выйдет литр на тонну, а на гектар получается рублей 40. Как хотите. Но колос он наполняет, низ выполнен. Длину делает фосфор. Мы кладем килограмм или 2 кг монокалифосфата с протравителем. Только работаем не на 10 литрах, а работаем на 15 или 17. Потому что развести килограмм монокалифосфата нужно 5 литров воды. Ну, просто перенастраиваем протравитель, машину протравливающую, чтобы можно больше воды там сделать. А у нас любят воду экономить. У нас на малообъемке работает. Там воду давайте от 10 литров на протравливание. Что мы экономим? Вода это не самый дорогой ресурс. Вы же его не дистиллированно покупаете за 78 рублей. Вон она. И вот что у нас получилось. Яровая 85-дневная пшеница Новосибирская 31. Урожайность 80-90. 400 колосек на квадратный метр. 4 миллиона. Колос 72-8 зерен. Вес более 2 грамм. Что мы делаем, чтобы она не сбрасывала? Чтобы она не сбрасывала перецветение в ранний флаговый лист. У нас есть препарат окрастимулированный. Препарату будет скоро 100 лет. Автор Фанни Григорьевна Гельцер. Семирязевская академия. Получил из-за него Сталинскую премию 1946 года. Он хорошо стимулирует отрастание корневой системы. И его в огромном количестве выпускали, когда план преобразования природы шел. Лесополоса сажали в степи. Делали глиняную болтушку. 1 миллилитр на 10 литров воды. На глиняную болтушку. И растения приживаются. Мы кладем этот препарат окрастимулин на семена. Потому что он у нас дает корневую систему хорошую. Дает стабильное ухущение троечку. Я Юру Перетятько, когда с 250 килограммов на 100 килограммов снимал норму высева. Мы его только через агростимулин могли снять. Потому что он боялся. Он боялся, у него не будет колосик. Пуститься не будет. Она дает гарантированную троечку. То есть 1,5 миллиона ты сеешь в шелнице. И свои 4,5 миллиона получаешь. Гарантирован. Потом мы работаем. Начало выхода в трубку с гибиоцидомилием. Там конец ухищения. Она дает устойчивость к болезням. И третья фаза, когда мы работаем ранний флаговый лист, она останавливает абортирование. У нас получается зерненый колос. Получите для начала 1,5 грамма колос. У вас, наверное, 1,3-1,4 должен был быть. Ну, хороший колос. И доведите до 2 грамма. Ну, тем не менее, по этому году, непонятно для меня, верхушка бы она не запомнила. Потому что вот эта фаза... А тут колоски были заложены? Заложены. Значит, мы смотрим фазу, где она должна была закладываться. Я думаю, у вас были дожди, они вымыли азот очень сильно. Это фаза дофлагового листа. Ну, 5-10 килограммов кассового микробамида, ну, главное, все это решили. Потому что там получается... Вначале... Ну, это длина колосок, кстати. Да. Берешь, разрезаешь колосок, полтора сантиметра длиной. И колосок, а степень. Полтора сантиметра длиной. Берешь лупу, даже не обязательно высокое увеличение, там видно. Колос наливается вначале в середине, потом вверх, потом вниз. И там видишь. И если видишь, а там время есть у тебя, 10 дней есть как минимум, а то и 12 дней какая температура. Там можно зайти и побрызгать. Опять, если заходить брызгать, лучше работать по технологической коллегии. Научиться работать. Либо в GPS-навигации, либо просто накатаете, чтобы она у вас была. Если хозяйство... Ты 2000 гектаров, 3000 гектаров, это вообще легко. Это вот в этих холдингах, а не там. Один, так сказать, сегодня, завтра другой, потом третий. У себя-то можно как-то поработать. И снова я иду, вот как правильно кормить растения. Что правильно? Через лист кормить или через корень? И все говорят, через корень надо, через корень надо кормить. Я вам показываю такую картинку. Водоросли, водные растения, чем они питаются? Корнями. Они питаются за счет всей поверхности растений. Они усваивают питание всей поверхности растений. Когда растения вышли на землю, они научились питаться через корень. Роль корней у водных растений больше удерживают, чтобы их не смыло, не оторвало. Это приобретенная способность. Ну вот механизма кормления через лист абсолютно непонятна мне. Вот как усваивает? Ну, устица. Ну, устица же, ну сколько? Она еще свои функции должна дыхательные выполнять. А еще мы ее туда... Хорошо, я вам найду какую-нибудь умную книжку, как она осваивает через устица и скорость усвоения. Какие она усваивает быстро. А у нас еще есть препарат, называется стимик стандарт. Я буду его разбирать, мы его называем электрические витамины для растений. Он меняет редекс потенциала, раствор. Знаете, что такое редекс потенциал? Он измеряется в миливольтах. Если редекс потенциал будет минус, минус 200, они будут за килограмм. Вы на прошлой лекции. Хорошо. Я говорил, 70-х годов изучали это явление, потом забросили все. У нас же там застой пошел там. Весной почему растения растут с огромной скоростью? Почве редекс потенциал минус 300. Вот если почве минус 300, растения начинают расти каждый день в величии, как оно растет. Если мы берем НПК или карбамид и вместе со стандартом работаем, мы получаем скорость роста какого? До нескольких сантиметров в сутки. Правда? Ну... Было такое? Да. Не спорите? Карбамид, не спорю. Вот карбамид еще я допускаю. Ну как фосфор попадал. Как фосфор попадал. Ладно, поговорим с фосфором. Ну, поверьте, попадает. В общем, короче говоря, у нас получается первичное листовое питание. И мы, когда у нас появилась возможность иметь систему опрыскивателей растворных узлов, это бум сейчас, бум идет, то мы можем взять элементы овощеводства. Что делает корейец? Корейец что-то посадил, и потом за уши тащит растение, ему нужно урожай получить. И вот нам опрыскиватели дают возможность за уши тащить нашу пшеничку, полевые культуры, и сейчас элементы овощеводства переходят в полеводство. Это очень интересно. Сегодня вы просто меня так зацепите чуть-чуть. Подробности нужны, вы разберете там схемы, там агрономии, созвоните, спросите. Я вам просто вношу основы. Первичное листовое питание. Кроме того, есть такое по органическому сельскому хозяйству. Он умер в 94 года, я с ним встречался в 2010 году на Украине, в Крыму тогда. Это дед. Он говорил, что корневая система не предназначена под селитом. Она может качать почвенные растворы и воду качать. Когда мы туда сыпем соль, растение очень плохо. Оно может и это сожрать. Потому что вот что даешь свинье, то оно и съест. Но для нее нехорошо. В растении специализация корней. И корни, когда растение вышло, первый минимум какой у нас? Первый минимум у нас вода. В нашей зоне вода. Поэтому растение, воду берут через корни. Через лист мы его никогда не напоим. А накормить можем, а напоить не можем. Поэтому нам нужно, чтобы корневая система была большая, здоровая. И тащила воду. И всякие питательные вещества, что она зацепится этой водой. Но другого источника нет. А растение везти через лист мы можем. Есть целая индустрия, как этим работать. И вот электрические витамины для растений. Как они усиливают усвоение. И все такое прочее. Если надо, мы потом разом поговорим. И вот у нас получается схема. На 8 тонн нам нужно 180 кг умножить на 4. Это почти 600 кг селитра. И так работает этот. И фосфора нужно 2 центра. 4 центра здесь. Почти 3,5 центра аммофоса. Так, правильно, да? На 10 кг. И все это будут стоить астрономические действия. Они разорили. 600 миллионов долгов. И у меня ребята туда зашли. И работают сейчас вот с такими надувными шинами. Они всего азота кладут 20 кг. А два раза по 20 кг в кассу. У них денег оборотных никаких не было. У них полные затраты. 9 тысяч на гектар. Себествуемость пшеницы. 43 центра получают. У них Себествуемость пшеницы. Рубль 90. Нижегородская область. Вообще удобрений не было. 13-й год вытащили без удобрений. Вот можно этим процессом управлять. А вот это у меня Украина. Харьковская область. А вот это у меня по 7 зерен в Холосе. Можете посмотреть. Это вот то хозяйство, где мы на 150 кг. Касса не будет целый урожай. Ну и последнее хочу сказать. У нас активность удобрений зависит от активности в почве. У нас есть 4 препарата на пожневные остатки, которые нужно не жечь. Обрабатывать, опрыскивать солому вместе с дискованием. И вот мы видим одно и то же поле. Опрысканное, не опрысканное. Видим разницу на поле. Где все хорошо растет и где плохо растет. И нам нужно не количеством удобрений пользоваться, а нам нужно делать биологическую активность. Цена 396 рублей на гектарь сейчас. И 15 центнеров у вас будет. 12-15 центнеров плюс. И оздоровление почвы. Это выход из агрохимической технологии. Из агрохимической технологии. Сейчас. Ну, интенсивного земледелия. Спасибо за внимание. Я что мог сегодня рассказать, рассказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!